Приветствую всех вас на моем канале! Хочу поблагодарить всех за комментарии, советы к прошлым видео о плагиате Корнюлюка, Мартынова и Крутого. Если кто-то из вас еще не смотрел, обязательно посмотрите эти видео на моем канале. Ссылки также будут в описании. Благодаря вам нашлось еще несколько сходств с песнями Мартынова и Крутого. Перед прослушиванием песен хочу заранее предупредить, что я могу использовать лишь небольшие фрагменты песен из-за авторского права на YouTube, но вы всегда можете послушать сами полные версии этих песен. Субтитры создавал DimaTorzok Данная навек Где легко найти Стоит добавить, что фирма Melody выпустила в 1974 году, за год до лебединой песни Мартынова, пластинку «Певцы леса Хамфри» и на ней присутствовала эта композиция, которая в СССР была хорошо известна. Есть еще сходство в песне Мартынова «Аленушка». А вот песня Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей» очень напоминает мелодию из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари» В связи с темой этого видео не могу не упомянуть главного Ясаула советской и российской эстрады, плагиаторщика Олега Газманова. Такие люди, как Газманов, его коллеги. Вот сейчас, да, вот партия сказала патриотизм, да? И попса ответила «Есть». Он сказал, что я украл у него песню «Сделал в СССР». Если он меня вызовет на бой, с удовольствием. А судиться, по-моему, не мужское дело. Бред какой-то. Когда он говорит, что ты украл, то он должен или доказать, или получить по морде. Ты что делаешь? Ты композитор! Газманова я прощаю. Надо думать о Боге. Как его зовут, Газманова? Как его зовут? Юра Шевчук, да. Олег. Олег, надо думать о Боге. Прощайся. И Бог просит. Мы еще к нему сегодня вернемся. Нот всего 12, а не 7. Нет никаких основных ступеней и не основных. В балканской музыке, например, 17 нот, а в древнегрузинской – 15. В индийской – 22 ноты. Утверждение, что нот 7 – это чистая профанация. Но вот музыкальная фраза, музыкальная, так сказать, миссель, которая создана из этих нот, уникальна. Создать что-то новое очень сложно, а украсть готовое, сославшись на 7 нот, очень легко. Если так оправдывать воровство, то можно дойти до абсурда. На хлыбнули воспоминали, и утром я сочинил вот это. Сегодня опять стали запрещать все зарубежное, в том числе и песни. Но как быть, если большая часть популярных военных песен написана зарубежными авторами? Не привлекут ли вас к ответственности за исполнение данных песен? Например, такие песни, как «Ты, Одессит, Мишка» или «Шаланды, полные кефали» в России сейчас лучше не петь. Дома пойти, но только чтобы соседи не услышали и не настучали потом на вас. А впереди 9 мая и другие праздники, поэтому особое внимание уделите подбору репертуара. Несмотря на то, что военные песни, которые вы сегодня услышите, хорошо вам знакомы, к сожалению, не все знают их историю и настоящих авторов. А как вы поняли сейчас, это просто жизненно необходимо знать настоящих авторов музыкальных произведений и произведений искусств. Опустела без тебя земля. В 1965 году советский композитор Александра Пахмутова написала свою известную и весьма красивую песню «Нежность». Одной из первых исполнительниц песни стала моя тезка Майя Кристалинская, а далее ее пели другие известные исполнители, в том числе и мужчины. А теперь сравните мелодию «Опустела без тебя земля» с музыкой из «Простой симфонии» английского композитора Бенджамина Бриттона, которая была написана аж в 1934 году. Эта ее часть известна также как «Сентиментальная сарабанда». Повторение один в один, не только мелодически, но и ритмически. В песне «Нам не жить друг без друга» Пахмутовой мелодия взята из «Орфея и Эвредики Глюка». А помните заключительную песню Пахмутовой и Добронравова на закрытии Олимпиады в 1980 году? «До свидания, Москва». Ее мелодия повторяет, за исключением припева и пары нот, довоенную, а то и дореволюционную песню «Беспризорников» из кинофильма «Республика Шкит». Интересно, знали ли Пахмутова с Добронравовым, что они делают? Ой, какой кошмар! Вообще, заимствование западных образов и их влияние на русскую, советскую и российскую культуру, музыку и искусство трудно переоценить. Все в довоенное, военное и послевоенное время безнаказанно исполняли иностранные шлягеры. Так что плагиата «загнивающего запада», как его некоторые называют, предостаточно. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на круто. Вряд ли вы думали, что такие несоединимые, казалось бы, вещи могут так пересечься. Русская песня «Катюша» и марш фашистских солдат, хоть и испанцев. Марш Примавера – 250-й дивизии испанских добровольцев вермахта, ее еще называли «Голубая дивизия». Катюша была впервые исполнена 27 ноября 1938 года. Авторы музыки указаны как Матвей Блантер и Михаил Исаковский. Насчет создания Примаверы точных данных нет. А еще Катюша подозрительно похожа на польку Нико, австрийского композитора Иоганна Штрауса. Сходство очевидно. Кстати, Штраус, если копнуть поглубже, тоже отчасти был евреем. Пять лет работал дирижером танцевального оркестра в Павловске, под Петербургом. И ему порой поручалось писать на заказ всякую легкую музыку. И по просьбе одной знатной дамы, будущий король вальса написал ту самую польку Нико, ко дню рождения малолетнего сына-заказчицы. Мы рождены, чтоб сказку сделать приют, и аналеть в пространство и простор. Месенька подать, а зацупать бринька, чтобы добиться тропом в этот ай. Авиамарш. Его еще называют нацистко-советским маршем. Песня очень нравилась советским летчикам. Представьте себе, мы исполняли один и тот же марш параллельно. Немцы считали его маршем своим, а наши своим. Автором у нас считался Юлий Хайт, которого чуть не расстреляли, обвинив в плагиате немецкой музыки. И таких маршей было несколько. Месенька подать, а нацистко-советский маршем. Месенька подать, а нацистко-советский маршем. Мы шли по крокотам, как нам ноги. Мы смерть не смотрели в лицо. Вперед пробегались отряды. По крокотам, как смелые бойцы. В оригинале сама песня Деркляйна Трампитер, в свою очередь, являлась коммунистической переделкой популярного траурного марша Фридриха Зильхера и Людвига Уланда, в переводе «Хороший товарищ». Полным русским переводом которого является песня «Служили два товарища» из одноименного кинофильма Евгения Карелова 1968 года. Служи два товарища, ага. Хотя и мотиву последний другой, стихотворный ритм в русской версии изменился. Так что советский вариант этой песни «Мы шли под грохот канонады» представляет собой кальку с немецкой песней о маленьком трубаче. В 1930 году вольный перевод песни сделал Михаил Светлов, известный еврейский коммунист, заменив трубача на барабанщика, и получился маленький барабанщик. Песня посвящена фрицу Вайнику, погибшему гарнисту Союза красных боевиков, задавленному толпой красных в давке при разгоне полиции предвыборного собрания в городе Хали. Толпа красных задавила вообще-то 10 человек, среди которых был фриц Вайек, но песня посвящена только ему. В советской традиции принято было искажать реальные факты, в том числе снижать возраст героев, на которых надо всем было равняться. Так погибший стал 15-летним подростком, хотя в реальности ему было 28 лет. Песня «Орленок» – это калька старинной французской песни 19 века с тем же названием. Только вот посвящена она была не безызвестному комсомольцу-партизану, а сыну знаменитого императора Наполеона Бонапарта. Советская песня «Взбейтесь кострами синие ночи» 1922 года возникла на мелодии из оперы «Фауст» «Марш солдат» французского композитора Шарля Куно. У нас указаны авторы поэт Александр Алексеевич Жаров, автор музыки пианист Сергей Федорович Кайдан Дешкин. Поэт Александр Жаров никогда и не скрывал фаустовского происхождения этой песни, но и нигде никогда не указывал. А ну-ка песню нам пропой «Веселый ветер» Исаака Дунаевского взята с марша итальянских чернорубашечников Муссолини. Тот же ритмический строй, похожий начало песни и стилистика одна и та же. Марш коммунистических бригад. Это немецкая песня Хорста Веселя. Это вообще был очень значимый марш для немцев. Во время войны под него они вставали и кидали зигу. По идее, эту музыку должны были запретить после войны. Но Конрад Керман сказал «Твердое нет, так как это наша история. Текст мы сменим, а музыку оставим». Так что мало того, что нацистские и фашистские песни сохранились, их еще и популяризировали и не только там у себя, но и в СССР. Почему же одна и та же музыка могла крутиться и там, и тут? Дело в том, что музыканты между собой тогда тесно общались. А Сталин коминтерн закрыл довольно поздно, в 1943 году. Так что во время интернациональных встреч музыканты вполне могли обмениваться информацией, музыкальными новинками, нотами и так далее. А еще мало кто знает, что Гитлер Югент – это точная копия пионерской организации вместе с музыкой, маршами, одеждой, линейками, обрядами, вскидываниями руки и прочим. Это была одна схема и одна система управления. Про пионеров и скаутов. Я понимаю ностальгию людей о Советском Союзе и пионерах, но все же не стоит отрицать, что не все так радужно было, как нам это преподносили. Народ знал то, что ему позволяли знать. Главное было скрыто под громкими лозунгами и красивыми словами. Поэтому мало кто знал и понимал, для чего нужны были эти пионеры. Вот насколько сильна пропаганда, если массово протаскивать ее через музыку. Это я тот немец, который изменит всю историю. Пионеров ранее называли скаутами. Скаут переводится с английского языка как разведчик, первопроходец. Первым скаутом в Царской России был сын Николая II, цесаревич Алексей. В Царской России скаутами заинтересовались перед началом мировой войны, благодаря Баден Пауэллу, который был практиком движения, и изобретателю идеи, писателю Эрнесту Сеттон Томпсону. Затем скаутское движение плавно перетекло в советскую пионерию. Что странно, так как советская власть была нацелена на искоренение всего имперского. Напомню также, что пионерами называли первых американских поселенцев-захватчиков земель у индейцев по одноименному роману Купера. Я тебе покажу! Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это! Ну, теперь берегись! Главной идеей организации движения скаутов, как и пионеров, была подготовка подростков к военной службе, беспрекословное подчинение и самопожертвование. И даже знаменитый слоган «Будь готов, всегда готов» появился еще до революции в докладе учителя царских детей Эраста Платоновича Цитовича. На первом Всероссийском съезде русских скаутов в 1915 году. Вот кто такие пионеры и для чего они были на самом деле нужны. Сейчас снова организуют в России пионерские организации. Ну и, несомненно, идеологическая обработка. Под одобряющие взгляды старших товарищей немецкая молодежь впитывала идеи ксенофобии и собственного превосходства. И, что более важно, идею самопожертвования за отечество. Радостным шагом с песней веселой движутся дети обоего пола. Дружат все люди народов и стран. Крепнут ряды наркоманов, путан. Мы поднимаем красные знамя, просто другого цвета не знаем. Если не знаешь, чего поднимать, что же ты лезешь? Военные и патриотические песни есть и у известного вам моряка, рыбака, успешного артиста, переплюнувшего другим тем, что копировал много раз сам у себя, Олега Газманова. Так получается, все так быстро кончается. Говори, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, Чтоб восходы с закатами наблюдал из окна. Саратов, не исчезай, Саратов, не улетай, Саратов, совсем немного Лиза. В 90-м он придумал морячку и затем ежегодно выпускал по одной копии этого хита, меняя только текст. Так появились «Эй, моряк», «Я по жизни загулял» и «А я девушек люблю». Над морскою тишиной, Над лютою, над волной, Две вечерние звезды, Две дороги, две судьбы. Где-то ходит мой моря, А моря вдали, Гонятся за рыбами И наши корабли. Газманов вдохновлялся не только отечественной музыкой, но и западной. Не всему еще жизнь научила. Белый-белый-белый снег, Ветер за плечами. И это сам сидит за никому, а я сам пишусь. Все же разоблачения плагиата работают, так как вступление в газмановской песне «Эскадрон», скопированное полностью у популярной западной группы Bad Boys Blue, немножко изменилось. Наверное, Газманову стало стыдно. Но даже за старый вариант вступления к песне «Эскадрон» вам может прилететь блог за авторские. Об этом случае я рассказывала у себя в телеграм-канале. «Эскадрон» «Эскадрон» Интересный факт. Буквально в прошлом месяце патриот Олег Газманов пытался получить израильский паспорт, но ему отказали во второй раз. Исходя из всего этого, у меня есть к вам вопрос. Как вы думаете, почему за основу своих произведений советские композиторы практически всегда брали западную и зарубежную музыку и песни, а не русскую? В следующих видеороликах я продолжу рассказывать о плагиате и невероятных историях советских и не только советских песен. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски, поставить лайк и поделиться своим мнением, наблюдениями и музыкальными сравнениями в комментариях. Мне будет интересно их почитать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова